Радио Болтком 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 Впервые приехала в ту церковь, главный органист и пастор той церкви Янис сказал, посмотрел, ну ладно, достанешь до педали, посмотрел на Рос, действительно, там очень интересный орган, это уникальный орган в Латвии, он старше Иоганна Себастьяна, вернее, не старше, как мне сказал тогда Янис, что Иоганн Себастьян Бах родился, когда этому органу было 15 лет. То есть в 1701 или 1700 году установлен этот образец барочного орган строительства, действительно уникальный инструмент. Нужна сила не только для того, чтобы на нем играть, но еще и ассистенту. Некоторые регистры настолько трудно вытянуть, что приходится упираться ногой и вытягивать этот тяжелейший рычаг. Ну вот, а Лариса нам сегодня будет рассказывать о своих концертах, о фестивалях и к тому же о возобновлении концертной деятельности в англиканской церкви. Лариса, вы раньше часто играли в англиканской церкви на службах, сейчас вы будете заниматься там организацией концертов? На данный момент я являюсь там органисткой на данный период времени, и, соответственно, на моих плечах сейчас лежит организация музыкальной жизни и также возобновление концертов. Как оказалось, мне вчера сказали, что у нас 20-й юбилейный сезон. Потрясающе! Начинала это все Кристина Адамайте, которая как раз и ввела вот эти концерты-ланчи по средам в 13.00. Можно было сначала послушать концерт в Домском соборе вместо обеда, а после этого отправиться в англиканскую церковь, где помимо профессионалов также выступали всегда студенты. Это такое место было, с одной стороны, для обыгрывания, да, многие использовали англиканскую церковь для того, чтобы обыграть сложную программу перед Домским собором. Для музыкантов это очень важно, чтобы сначала можно было где-то сыграть, как будто в менее значимом месте, но в то же время все равно тебя пришли слушатели, и все равно для нас обыгрывание – это не обыгрывание, это полноценный концерт. И вот мы уже знаем, какая была практика у Кристины Адамайте, что там выступали и профессионалы, и студенты, и это концерты были по средам. А как сейчас будет? Что вы решили устроить? Я за сохранение традиций, поскольку если люди привыкли 20 лет ходить по средам в час в англиканскую церковь, соответственно, это надо продолжать именно в таком формате. Концерты будут каждую среду в час дня. Начнем мы с 1 июня уже. И опять-таки это так же, как и Кристина Адамайте, я считаю, что это открытая платформа для молодых музыкантов, которым очень важен старт, именно старт, потому что я сама первый концерт как органистка сыграла именно в англиканской церкви. Ваш дебют состоялся тоже в англиканской церкви. Именно в англиканской, да. Да, это такой, мне кажется, очень хороший старт для молодых музыкантов, а также для профессионалов, которые хотят не только как обыграть программу, но также и попробовать, может быть, какие-то новые программы, поскольку англиканская церковь славится тем, что она очень открыта для любого типа музыки. Очень часто участвуют художники из фестиваля «Сканюмэш», где очень альтернативная современная музыка. И также барочные программы были, и детские школы выступали, и всё, что угодно. И я намерена продолжать в том же духе, поскольку это доказывает... Это проверено годами. Временем зачем что-то менять? Надо просто возобновить то, что было остановлено из-за ковида, и теперь есть возможность вновь проводить концерты. И, кстати, самое главное для наших слушателей, которые не только аудиалы, но и визуалы, это единственная церковь, где вы можете увидеть не на экране, а вживую, как играет органист. Потому что орган, особенно зрители, которые уже знают, приходят, садятся в первый левый ряд, и как раз они могут наблюдать за эмоциями, которые выражает органист. В каком сейчас состоянии орган? Я знаю, что вроде бы были какие-то трудности с инструментом. На данный момент у нас, мы надеемся, что 22 мая, как обещали строители, закончится ремонт алтарной части. Соответственно, орган у нас находится в алтарной части, и на данный момент он упакован. Концерты мы начнем, поскольку я человек достаточно... Я знаю, что такое организовать концерт. Мы начнем на фортепиано, чтобы на всякий пожарный, как говорится. Неизвестно, в каком состоянии будет орган после ремонта. Естественно, его... Его надо настраивать и... Естественно, его надо почистить, скорее всего, будет. Нам нужно будет проверить настройку, чтобы он был в полном рабочем состоянии. Соответственно, начинаем мы с роялем. При этом рояль новый. Были концерты и собирались пожертвования на покупку нового инструмента. До этого тоже были концерты в церкви, но на прекрасном фортепиано. Пианино, оно тоже там стоит, и иногда, кстати, играют даже как на двух роялях, должны были играть на... И какой сейчас там стоит рояль, и сколько предполагается концертов с участием именно рояля? Рояль сейчас стоит английской фирмы, очень хороший кабинетный рояль. Хорошо держит строй, очень удобный в игре, с приятным звуком. Концерты планируются весь июнь с использованием... Именно фортепиано будут? Да, фортепиано с солистами. 1 июня, 8 июня у нас будет фортепиано с солистами. 15 июня у нас будет ансамбль «Коклы». Чтобы разнообразить. То есть только одни «Коклы»? То есть или фортепиано с «Коклой»? Только одни «Коклы», поскольку у них программа достаточно обширная, и солистов много, соответственно, они полностью заполняют этот час. А после этого мы тоже продолжим с фортепиано и с солистами, и я надеюсь, что с июля мы уже сможем... Начать органные концерты. ...использовать орган, да, поскольку интересный орган. Но всё-таки интересно услышать имена, потому что понятно, что люди... Обычно у нас бывает так, что орган, и не важен какой исполнитель, и просто слышит органная музыка, а кто играет, это уже дело десятое. А вот всё-таки на других специальностях идут и на исполнителей. Можете назвать имена, кто будет играть в июле, в июне и представляет... То есть открывать этот концертный 20-й сезон? Ну, честь открытия концертного 20-го сезона выпала мне, и буду играть я. Да, потому что вы играете не только на органе, но и на фортепиано, да. То есть это будет сольный концерт или с ансамблем? Это будет концерт с ансамблем. Это будет вообще очень интересный знаковый концерт, поскольку 1 июня будет выступать Анастасия Долагоненко, которая сейчас стартует на Международном конкурсе «Бельведер». И я буду у неё как концертмейстер. Концертмейстер. Для меня это новый опыт, поскольку оперным концертмейстером последний раз на практике в Академии что-то такое. Ну ладно, ладно. Всё равно ваши концерты с Монте Мартинсоне, и вы очень много играете. Это другое. Ну, конечно, это скорее с органом, да. А фортепиано и орган абсолютно разные инструменты, хоть и клавишные. Да. Так, значит, вы открываете. Что будете играть? Мы будем играть Арии из... Играть и петь, да. Да. Будут у нас Арии Маргариты из оперы «Гунов Фауст». У нас будет несколько Арий из оперы «Моцарта». Арии Ледонны Эльвиры, Арии Ледонны Анны. Также будут... Ну, золотой репертуар. Да, золотой репертуар вокальный, да. Да, да. И, дорогие друзья, это в среду, 1 июня, и вот Лариса Царькова организует теперь концерты по средам в 13.00, возобновляет традицию, которую начинала органистка Кристина Адамайте. Концерты благотворительные, вход за пожертвования, и это очень важно. Особенно и сейчас, когда, к сожалению, ситуация не улучшается, люди не становятся богаче, а, к сожалению, даже люди, которые жили средним достатком, наоборот, беднеют. И вот такая возможность прийти на концерты, где выступают профессиональные музыканты, и за пожертвования, кто сколько может, послушать концерт классической музыки, в наше время это очень важно. Конечно, это большая аудитория будет пенсионеров, которые не работают и могут в 13 часов пойти. Но также я надеюсь, что многие работающие люди предпочтут обычный ланч, духовному ланчу, и начнут ходить в англиканскую церковь. Она, с одной стороны, небольшая, но в то же время вмещает достаточно большое количество людей. Примерно сколько там может поместиться сейчас уже без ковидных ограничений? Наверное, человек 200 всё-таки помещается. Да, 200-300. Да, то есть это, несмотря на камерность, тем не менее, получается достаточно много людей. Вот вы открываете 20-й сезон, а коклы, то есть там, получается, не одна участница будет, это 7 июня концерт, да, у и как раз-таки 15-го будет ансамбль коклы, коклы, это ансамбль, не знаю, как по-русски сказать. Так и никак не скажешь, да? Так и никак не скажешь, да, из Латвийской музыкальной академии, поскольку мы очень плотно сотрудничаем Санды Эглейте, которая одна из самых лучших исполнителей на коклы в Латвии, а также уникальный педагог, и, соответственно, её ученики и студенты, это всегда очень хороший выбор. Я рада, что они согласились. Очень много зависит действительно от педагога и от человека, который горит своим делом. Также мы знаем, что как Атис Симонис поднял саксофонную культуру в Риге, сам он обучался в Санкт-Петербурге, но фактически открыл отделение саксофона в Академии, и затем, благодаря ему, появилась целая плеяда выдающихся музыкантов, которые сейчас играют по всей Европе. И вот вы называете второе имя, потому что действительно коклы – очень распространённый инструмент в Латвии, и инструмент, который представляет просто народную музыку, но также сейчас очень много пишут для и ансамбля кокл, и также вот даже есть ансамбль органа с коклами, мне кажется, именно вы играли на одном из концертов в церкви Павла. Да, у нас была такая программа, да. Но также существует и другой состав, где Анда играет иногда с органом, иногда с саксофоном, но они меняются, поскольку она очень творческий человек, и идей у неё много, соответственно, всегда интересно посмотреть и послушать. А вообще, вот насколько это сочетание органа и кокла, ведь настолько разные инструменты, или всё-таки это, вот как бы вы определили? Да, они разные, но этим и интересно, потому что очень часто бывает так, что солист в какой-то мере сливается со звуком органа, здесь он никак не сольётся. Естественно, нужно решать проблему озвучки. То есть всё-таки нужно озвучивать коклу? Да, да, её нужно всё-таки озвучивать, чтобы звук пробивался, и чтобы органу не надо было играть на самом тихом регистре всё время. Потому что в таком случае, если мы будем играть на каком-нибудь тихом струнном регистре, то мы как раз-таки сольёмся, что не есть цель. Вот организация концертов – это достаточно сложное, трудоёмкое дело. У вас большая педагогическая практика, цирку играете на службах, концертная практика. Будут ли вам помогать в церкви проводить эти концерты, или это вот опять-таки всё ляжет на ваши плечи? – Я очень рада команде Англиканской церкви, поскольку она небольшая, но мы все друг за другом стоим и помогаем друг другу. Это меня очень радует, потому что я немножко боялась, что будет всё на моих плечах. Нет, у нас очень хорошее делегирование обязанностей, каждый отвечает за своё, мы все вместе сотрудничаем и обмениваемся информацией очень оперативно. – Это очень хорошо, потому что, чтобы была возможность элементарно самой сыграть концерт Пикколо, когда он выпадет в среду в Домском соборе и не бежать стримглав на организацию концерта. И очень важно, когда есть команда, которая помогает проводить и организовывать эти концерты. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях органистка Лариса Царькова, которая возобновляет традиции проведения концертов классической и органной музыки. Не хочется так проводить параллель, потому что, конечно, органная музыка – это тоже классическая музыка. Но имеется в виду, что не только органная музыка будет звучать каждую среду в 13.00 – та традиция, которую заложила Кристина Адамайте. И вот с июля мы надеемся, что зазвучит орган. – Да, мы очень надеемся на это. – Расскажите именно об органе. Какой орган стоит в англиканской церкви? – Это небольшой орган английского типа, английской фирмы. В нём 16 регистров, но он достаточно звучный. Для этой церкви он вполне хорош и по своим акустическим данным, и по силе звука. Также он хорош тем, что достаточно разнообразные тембры. Есть и язычковый регистр. Немножко трудновато, может быть, начинающим привыкнуть к педали, поскольку она своеобразная, она немножко уже и нажимается чуть-чуть сложнее, чем хотелось бы, скажем так, и характерный призвук присутствует. Но, как говорил мой профессор, орган должен уметь сыграть так, чтобы педали не было слышно. Соответственно, прекрасная тренировка точности нажатия клавиши. А также очень хорошо, что есть швеллер, достаточно мощный. Орган подходит как для камерного мультицирования, так и для сольного. Естественно, в соответствии с имеющейся диспозицией, надо подбирать программу. Все подряд там, естественно, не сыграешь, поскольку он не такой большой. Но для своих размеров, мне кажется, соотношение мощности и того, что он предлагает, достаточно хорошее. Но в итоге как раз наличие того, что есть гобой, того, что есть швеллер. И получается, что, несмотря, казалось бы, можно было играть бы только барокко, что, кстати, тоже хорошо, потому что ведь в Риге нет ни одного барочного инструмента. И как раз орган англиканской церкви, на нём вполне возможно исполнять трио сонаты баха. Такую вот музыку, которую достаточно трудно уже играть на больших инструментах из-за пневматики. Но в то же время, вот о чём я сказала, что есть гобой и швеллер, можно играть и романтику. И об этом мы с вами, дорогие друзья, поговорим после небольшой рекламной паузы. Не отключайтесь, с вами «Культурная среда». Я Елена Привалова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... И мы продолжаем нашу культурную среду. В гостях у нас органистка Лариса Царькова. Лариса сейчас живёт в Риге, но родилась в Латгалии, и где проводит большой фестиваль... Как он называется? Латгальские органные дни. И ведь это уже много лет существует этот проект. Да, мы отметили 10-летний юбилей. Вы его проводите вместе с органисткой тоже из Латгалии, Гуны и Кисы. Да. С первого фестиваля это ваш был общий проект. Кто придумал? Мы вместе. Так совпало, что одновременно у нас родилась эта идея. Она была в Карсове в это время, я была в Штутгарте, и как-то так совпало. Что захотелось начать развивать культуру. Ведь действительно очень важно... Латвия очень органная страна, огромное количество инструментов, но вся жизнь сосредоточена была только в Риге, в Липае и в некоторых других городах проводилась. И, наверное, ваши концерты как раз привлекли внимание к регионам Латвии, и, может быть, даже где-то впервые стали проводиться концерты. Ну да, я могу сказать, что после нашего почина очень много появилось в фестивале как Дни исторических органов, Венспилские органные дни. Поэтому это радует, поскольку, значит, наша инициатива нашла отклик и у других наших коллег. И, соответственно, именно проблема... Не проблема, а, скажем так, вопрос региональных органов и региональной культурной жизни вдалеке от больших культурных центров. Он стал актуальным, его действительно начали актуализировать и работать над положением вещей. У нас, на самом деле, получается такая целая серия органных встреч, потому что сегодня у нас Лариса Царькова, ей расскажет о Латкальском фестивале. В следующую среду Эдит Алп будет рассказывать о фестивале «Вокс Ангелика», которому уже 15 лет. И потом как раз уже молодой фестиваль «Силоны Бирделе», который устраивает фестиваль на исторических инструментах. И мне кажется, вот эта популяризация органа во всей Латвии, она чрезвычайно важна. И вот очень хорошее начало. Но на самом деле уже не начало. 10 лет – это очень приличный срок. Как вы начинали? Как пришла вот эта идея? Эта идея родилась… Когда я обучалась в Стутгарте по программе «Эрасмус», я была удивлена тому факту, что в маленьких церквях, в маленьких городках организовывались концерты органной музыки, куда приезжали именитые органисты местные, местные или зарубежные. И что меня поразило, что полная церковь и люди после концерта, уходя домой, обсуждали нюансы интерпретации. Что играл один, что играл другой. Чем они отличаются? Что им понравилось, что им не понравилось? Причем это делали с таким толком и знанием дела. Я так подумала, что почему у нас так нельзя? Ведь у нас же есть органы. И я рассказала об этом Гуне. А Гунаска в то время проводила, как вы выразились, обыгрывала программу дипломную по своим родным местам. Это была церковь Карсова, это была Резик, она в то время жила и еще одна какая-то церкушка, не помню. И она говорит, да ты знаешь, а людям это надо. Я вот сейчас езжу по этим маленьким городам, и они очень рады, они спрашивают, когда вы в следующий раз к нам приедете, потому что к нам никто не едет. И тогда мы поняли, что надо это делать. За 10 лет, в принципе, можно и взрастить публику. Есть ли та постоянная публика, которая вот точно так же, наподобие немецкой, после концерта выходит и обсуждает программы? То есть даже не обязательно тонкости интерпретаться, потому что действительно это должна быть искушенная аудитория, а все-таки исполнителей сравнивают. Есть такая аудитория постоянная? Да, у нас есть постоянная аудитория, мы даже взрастили целое поколение, целую плеяду молодых органистов, которые, некоторые уже закончили академию, некоторые начали как органисты, но теперь стали известными вокалистами, та же Илза Греви, Ласка Райна, она лауреатка нашей стипендии, органы, которую мы учредили в рамках фестиваля. И да, есть люди, которые каждый год спрашивают, будут ли в каких местах, а кто будет выступать. Да-да, мы помним эту девочку и так далее. И получается, то, что Вы сейчас сказали, помимо того, что Вы начали возрождение органной культуры в Латгалии, также и способствовали возникновению новых имен, которые, получается, услышав орган, решили заняться и музыкой, и пойти или в органы, или в другое направление музыки. Да, благодаря фестивалю, благодаря инициативе Гуны Кисы, которая больше как бы по Латгалии, поскольку она там живет, и знает всех местных людей, и у нее есть контакты, и благодаря инициативе и большой любви к своему делу появились программы обучения молодых музыкантов во многих школах Латгалии. Если раньше это было только Резакна, допустим, или Аглонская базилика, то сейчас это уже и Карсова. И в Даугапилсе тоже возрождается, потому что одно время туда ездил профессор Лариса Булова из Риги, каждую неделю из Риги ехать в Даугапилсе учить молодых органистов. Она действительно этим сподвижничеством занималась, то теперь уже справляется местными кадрами. Девушки, которые окончили музыкальную академию, прекрасные специалисты своего дела в Риге, возвращаются в родные пенаты и поднимают органную культуру и органно-исполнительное естество именно Латгалии. Но вообще очень многие известные органисты, даже рижские, они почти все из Латгалии? 70-80%. Да, то есть это почти все имена. И вот Лариса Царькова – наш сегодняшний гость, Илона Бирделя, Иве Тапкална, которая вообще является звездой Латвии и представляет органную музыку в Германии. И, конечно, известна по всему миру. Это и Йоланта Баринская, и Диана Яунземпортная. Наверное, даже было бы легче перечислить тот, кто не родился в Латгалии. Потому что Латгалия – это особое место, именно благодаря тому, что там особая духовная энергетика, и там действительно очень большое количество органов. Конечно, большое количество из них невозможно не играть, поскольку они требуют ремонта, и вообще не всегда есть средства на это. Но именно благодаря тому, что там сильна католическая духовная традиция, в католической церкви служба без органа немыслима. Именно поэтому очень большое количество органистов именно из Латгалии. Наверное, стоит устроить какой-то фестиваль, и показать всех латгальских звезд. Этим мы и занимаемся. Да, да, да. Этим мы и занимаемся. Это прекрасно, и это действительно радует, что такое сосредоточие культуры именно как раз в регионе и подпоставляет всех органистов к нам в Ригу. Кстати, в Риге тоже в Домском соборе, конечно же, играют все представители Латгалии во всех самых значимых фестивалях. И вот скоро будет фестиваль «Сезара Франко», которому в этом году исполняется 200 лет. Лариса, вы принимаете участие в этом фестивале? Да, я буду играть в июле, число 22-е, по-моему. Точно не скажу. Да, и что вы будете Франко играть? Я буду осваивать новое произведение, Grand Core. Да, и еще что-то было надо посмотреть, да. Абсолютно новая программа, поскольку Игорь Срейнис сделал очень интересную, уникальную концепцию на каждый концерт. И как обычно происходит, что ты предлагаешь свои произведения. И поскольку я всегда открыта всему новому, я говорю, если у вас есть идеи, что вы хотите другое, поскольку мне нравится изучать и осваивать произведения, которые не я сама выбрала, а может быть, тебе их пространство подкидывает. Да, которые можно исполнить. Да, и поэтому я очень рада и буду новое произведение учить. Наверное, будете обыгрывать в англиканской церкви новую пьесу. Если орган будет готов, да. Будет ли новый регистр? Вот регистр есть, рампет, кажется, который все время пытаются доделать в англиканской церкви. Есть ли шанс, что как раз его к этому сезону все-таки начнет звучать? К этому сезону не обещаю, поскольку к этому сезону надо привести в порядок то, что останется после ремонта. Но это какие-то большие деньги, почему невозможно доделать этот регистр? Ведь часть труб существует уже. Хороший вопрос, поскольку я в англиканской церкви этим делом занимаюсь только где-то полгода, соответственно, я на него не могу ответить по всей компетенции, но мой опыт говорит, что да, это вопрос денег, поскольку если у тебя течет крыша и шиплется штукатурка на голову или доделывать тромпет-регистр, то обычно выбирается крыша. А вот как главная органистка, стоит ли, может быть, как раз, пускай церковь занимается крышей, а органист может заняться тромпетом и начать сбор средств, потому что у нас достаточно быстро люди откликаются на благотворительность. Вот когда я работала в церкви Святого Павла, проводила концерты, то мы за счет пожертвований починили как раз Винладу, нет, не Винладу, а клапан, да, один клапан меха, и потом как раз получили день софинансирования из Европейского фонда. Вот может быть тоже такое задать. Представляете, целый регистр появится в органе, который запланирован. Это все мы сможем сделать, когда у нас будет отправная точка, когда мы узнаем, что осталось после ремонта. То есть сейчас, пока вы к органу не подходили, не знаете, как он звучит? Нет, я не знаю. Там все завешено пленками, все запаковано, я понятия не имею, что там происходит. Что с нашим замечательным инструментом? Да, когда у нас, когда все снимут, когда строители уйдут, я позову мастера, и мы вместе будем думать, что делать с этим всем. Органист – это часто как такой ангел, который никогда не виден, которого никто не знает, играет себе на балконе, и иногда даже я шучу, что орган – самозвучащий инструмент. Сейчас, конечно, эти мифы развенчиваются, когда устанавливаются органы и в Домском соборе, и во многих других церквях. В англиканской церкви все иначе. Органист виден, можно посмотреть, как играет. Но всегда за кадром остается, так же, как фортепианный настройщик – органный мастер. Но все-таки совершенно разные специальности, и от органного мастера зависит практически все. Кто органный мастер в англиканской церкви? Какие еще органы на его попечении? Он органный мастер в Домском соборе. Все очень рядом. Пикколо, потом перейти в англиканскую церковь, послушать концерты каждую среду. И также один и тот же органный мастер. Это прекрасно. Кто будет… То есть мы надеемся, что орган будет в порядке, и органные концерты возобновятся с июля, но все равно когда-то возобновятся. Конечно. Да. Кто уже будет играть, расскажите слушателям. Пока это секрет. Пока секрет. Пока секрет, поскольку я говорю, я человек такой, что если я не увидела, что у нас происходит, я тогда, соответственно, не могу предлагать концерты, если я не знаю, что у меня 100% будет орган в июле. Понятно. А сами сказали, что орган… То есть в данном случае у нас речь шла о католиках, что немыслимо месса без звучания органа. А сейчас как проводится богослужение в англиканской церкви, если орган молчит? На фортепиано. То есть формат службы англиканской, на данный момент формат службы располагает к тому, что мы можем делать инструментальные интерлюдии, и хоралу мы тоже играем на фортепиано, либо на каких-то других инструментах, если у нас есть приглашенные музыканты. Расскажите о вашем творческом пути. Когда вы начали заниматься музыкой, родились вы в музыкальной семье, или у вас простые родители? Я родилась в семье, где дедушка был и баянист, и на трубе играл в оркестре, и вместе со своим другом учредил музыкальную школу в Лудзе. Соответственно, когда меня спросили, ну, хочешь ты к дяде Янису идти музыкой заниматься, я подумала, подумала и сказала, хорошо, пойду. Поэтому, как бы, при всем том, что мы все дети, конечно же, иногда лентяйничаем, естественно, мы ленеемся, мы не хотим и заниматься, но надо мной всегда стояло такое осознание того, что, ну как, ты же внучка, друг и директор музыкальной школы. И на каком инструменте начали заниматься? Я начала заниматься на фортепиано, поскольку дома у нас тоже фортепиано было, и как пианистка я закончила в музыкальную академию. Да, то есть сначала, значит, после Лудзе вы приехали... В Резвене. А, сначала в Резвене, в училище, да? В Резвене 5 лет в педагогическом училище, в музыкальном педагогическом училище, которое давало, ну, поскольку человек, скажем так, в 15 лет человеку трудно решить свою судьбу. И я очень благодарна своей маме, которая сказала, что в среднюю школу ты можешь поступить и в 50 лет, а музыка, если ты год пропустила, ты не вернешься обратно. Тем более, через 5 лет, если тебе не понравится, у тебя будет профессия, ты сможешь работать и учиться чему-то другому, что тебе хочется. И за это время ты как раз таки поймешь, это твое или нет. Вот я очень благодарна, желаю каждому музыканту такого родителя. И за 5 лет я поняла, что это действительно мое, и я поступила в Ригу. Да, то есть сначала вы поступали на фортепиано. Да, я поступила на фортепиано, я закончила как пианистка. А, то есть закончили полностью, то есть не как два факультета, то есть вы не заканчивали как пианистка. Да, и у нас на первом курсе, как я смеюсь, в добровольно-принудительном порядке был выбор родственниками. Или клавесин, или орган. Да, и причем этот выбор был такой, что ты мог выбрать полугодие, в котором ты играешь какой-либо инструмент. И тогда, на первом полугодии, я играла клавесин, как я смеюсь, меня от него жутко болела голова. Видимо, потому что играть не умела нормально, потому что когда я играла на нем в Штутгарте, мне все очень понравилось. И уже не болела голова. И уже не болела голова, да. Во втором полугодии был орган, и тогда я поняла, что да, я хочу продолжать. Я факультативно оставшиеся 4 года играла на органе. Но при этом на Эразмус вы поехали в качестве органистки в Штутгарскую высшую музыкальную школу. Да, потому что... Мне вообще интересный, необычный путь. Когда я закончила бакалавра на фортепиано, один год была такая возможность, изменилось законодательство, что мы могли... Любой инструменталист мог стартовать на любую инструментальную программу в магистратуру, если он конкурентоспособен. Соответственно, я стартанула на магистр органа. После факультатива, сразу. Меня взяли. И за эти 2 года я, конечно, должна была поднять свой уровень технический и художественный на магистрскую планку, и мне удалось это сделать. И после этого, надобно смеялась вся академия, я поступила на 3-й курс бакалавра органа. Потому что мне надо было добрать те предметы, которые меня интересовали, которых магистров не было. Соответственно, я учусь наоборот. Как интересно. И сколько лет, получается, вы проучились в академии? 4 плюс 4, 8. 8 лет. Но среди них как бы был именно тот год. Полгода было в Эрасмусе. А, полгода. Это я уже как бакалавр поехала на Эрасмус. И когда я Людгеру Ломану рассказывала, как я училась, он долго и громко смеялся. Ну, у него вообще прекрасное чувство юмора. Это один из ведущих немецких органистов. И попасть на его мастер-классы, а тем более учиться у него, это большая радость для каждого органиста. И действительно, он воспитал целую плеяду выдающихся музыкантов, которые сейчас украшают, и немецкие, и вообще многие органные сцены, очень много интересных органистов. Не было ли желания остаться в Германии? Потому что всё-таки, конечно, Латвия органная страна, но то количество инструментов, даже в самом Штутгарте, кажется, это, наверное, самый органный город в Германии. Я не помню, мне сложно сказать, какое количество инструментов, там только в самой Академии иногда больше органов, чем в каком-то городе целом. Да, у них такая практика, что если ты приходишь с романтической музыкой, ты идёшь к одному органу, если ты идёшь в барочную музыку, и ты идёшь к другому органу, если идёшь к старинной музыке. В общем, там в Академии 12 органов. 12 органов, да. Насколько трудно было попасть к инструменту? Потому что, например, когда я училась в Московской консерватории, у нас каждую неделю писался график, если вдруг тебе попалось 7 часов в неделю, это большое счастье. А как с этим было в Штутгарте? Поскольку классов было достаточно много. Органистов много учатся там? Органистов тоже было достаточное количество. Ну, сколько у нас там было в то время, я сейчас не скажу. 20? Что-то такое. У каждого класса был листик на несколько, мне кажется, на неделю. Да. И каждый мог выписывать себе час, если я не ошибаюсь. Давно это было? Да, час. Но существовали хитрости. Если ты… Там по часу мы расписывались до 7 вечера. Если ты выписал в 6, то ты можешь сидеть, пока тебе не надоест. Да. Поскольку потом заканчивалась запись по часам. Кто успел, тот пришёл. И те, кто хотели… Этой хитростью пользовалась я и корейцы. Поскольку ночью в академии сидела я и корейцы. И мы так до часу, до двух, до трёх, до четырёх. А бывало так, что какие-то местные студенты немецкие, допустим, они где-то там… Они выбирали всегда вечерами идти больше с друзьями, где-то что-то провести. Но зато он обратно возвращался в 4 часа утра в большой зал на репетицию. И мне так нравилась эта система, что ты в любой момент можешь прийти в ночь. Потому что музыканты – они ночные птицы. Они всё происходят ночью, когда тебя никто не тревожит, не отвлекает. И ты можешь спокойно, полноценно работать. Мне очень нравилось, что академия была открыта целую ночь. Ты мог круглосуточно прийти, выписать себе зал, допустим, в 3 часа ночи. И спокойненько себе играть. Взять ключ и играть. Да, и большинство классов было на подземном этаже, минус третий уровень. Там ни зоны нет, ничего. Ты сидишь, как в бункере. Ничего, никого не слышно. И там такая звукоизоляция, что ты когда закрываешь дверь, у тебя уши закладывают, как в самолёте. Ты просто так прочищаешь уши и начинаешь играть. А классы большие с органами? То есть потому что, например, в Московской консерватории, когда из одного замечательного класса, где преподавал Александр Фёдорович Гедике, двухмануальный, достаточно большой орган перенесли затем в малый класс, там стало невозможно заниматься. Вот учтены там акустические возможности инструмента. Можно ли включить органа плена? Скажем так, те классы, которые находятся на минус третьем уровне, считаются тренировочными классами. Там действительно трёхмануальный орган, может быть, засунулся в каких-то 30 квадратных метров. Ну, в 30. А там ты заходишь в камеру, и ты туда приходишь играть и заниматься. А те классы, в которых происходят занятия, они, соответственно, побольше. Они такие, как, ну, может быть, какое-то помещение. Нет, даже больше. Трудно объяснить, какое-то помещение. Достаточно большое, просторное, где орган может звучать. Где-то 50-60 квадратных метров, так, навскидку. Самый большой класс – это тот, где находятся три исторических органа – французский, немецкий и итальянский школы. И он самый большой, как бы. И там так устраиваются семинары в этих классах, в них проходят занятия, поскольку там органы, скажем так, в лучшем состоянии, более качественные, более уникальные, скажем так, исторически сформированные, скажем так. Какой у вас был самый любимый орган, на котором нравилось больше всего заниматься в Штутгарте? Ой, у меня все нравились. Он, конечно, самый, который труднее попасть, это баховский орган был. Ну, реплика баховского органа, туда, конечно, запись была, ой-ой-ой, какая. Да, то есть все хотели. Все хотели там потренироваться, попасть. Если ты попал за три месяца два раза, это, конечно, тебе повезло. Но зато, если у тебя занятия по баху, то только там. Ну, прекрасно. В этом немножко, конечно, ограничены органисты в Риге, потому что у нас нет такого количества, такого богатства разных стилей, разных стилевых органов. То есть в основном, конечно, все романтические органы, но самое сложное, что все равно даже церкви не пускают так спокойно студентов позаниматься все. Да, кстати, интересный был на эту тему разговор несколько лет назад с одним студентом из, не помню откуда, он как прослышал о том, что мы играем в Домском соборе концерты, и у него абсолютно такая сразу картинка в голове сложилась, что мы туда регулярно ходим заниматься. Я говорю, нет, нам выделяют конкретное количество часов до концерта, и это все. Как? А просто так не пускают? Я говорю, нет, просто так не пускают, потому что, ну, во-первых, это большая ценность, и все захотят играть. Ну, как пыталась, так объясняла? Ну, конечно, да, объяснить всегда можно, этого действительно нет, и этого нет даже в других церквях. И когда я, помню, работала даже в церкви Стоу Павла, мне очень возмущались, говорили, вот как они смеют даже к нам проситься, но а как не смеют? Действительно, это очень важно, когда ты живешь в Риге, ты учишься на органистах, это очень важно, посмотреть, какие здесь органы до того, как ты стал профессиональным органистом. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу, всегда время пролетает так незаметно. У нас сегодня в гостях органистка Лариса Царькова, которая возобновляет традицию проведения благотворительных концертов в Англиканской Церкви. Каждую среду в 13.00, начиная с 1 июня, концерты классической музыки. Не всегда, кстати, классической. Лариса открыт, продолжает традиции того, что будет звучать и народная музыка, и альтернативная, и современная, самые разные жанры. Благотворительные концерты по средам в 13.00. До новой встречи, дорогие друзья. Спасибо, Лариса. Спасибо. До свидания. Радио Болткома.